Ну, я с ним разговаривал уже по этому поводу. Я сразу спросил, почему ты был не против того, чтобы я играл в футбол, почему не потянул. У него мысли были следующие, что у меня слишком маленький рост для баскетболиста, и он сказал, что да, у тебя бы получалось все в детстве, как будто в подростковом возрасте, а в итоге, когда нужно было переходить в большие команды, он не был уверен, что у меня хорошие данные для этого. Поэтому он не препятствовал моему стремлению играть в футбол, и я думаю, что он не прогадал. Ну, зная себя, я никогда не, ну, никогда не относился никакому делу так спустя рукава. Если я за что-то берусь, то берусь за это хорошо, скажем так. Какая у тебя вообще семья строгая? Кто строже, мама или папа? Ну, уже сейчас я понимаю, что со мной все-таки родители были строже, потому что я первый ребенок в семье. Сейчас я смотрю, как родители относятся к моим братьям. Мне немного неприятно, потому что ко мне относились жестко, а к ним лояльно. Вот, но я понимаю, что это, ну, я был первым ребенком, и это было что-то новое. Поэтому, наверное, у меня было, было, чтобы были строгие родители. За школу всегда ругали, потому что, когда я учился в конце начальной школы, потом 5-6-7 класс, я совмещал тренировки в академии и учебу. И мне нужно было много времени для того, чтобы добраться на тренировки. В итоге на это уходило большая часть вообще всего дня, чтобы добраться, потренироваться и приехать домой. Поэтому оставалось очень мало времени на учебу, и маме это явно не нравилось. Ну, по-моему, нет. Я не могу такое вспомнить. Возможно, были какие-то разговоры, что если я что-то не сделаю, то меня не пустят. Но я хорошо учился, вообще хорошист, и поэтому, я думаю, с этим проблем не было. Для меня не было выбора. Я пришел на первую тренировку и я сказал, «Леди ворота», и все. И там я и остался, по факту. Ну, честно, я уже не могу вспомнить свои эмоции в тот момент. Это было уже давно, сколько, 12 лет назад. Поэтому, ну, вроде как, мне нравилось все новое, и я просто получал удовольствие от того, что делаю. В итоге потом, когда у ребенка приходят какие-то успехи, ему начинает дело нравиться. Я думаю, что так и совпало. Ну, был один момент. Нельзя сказать, что это было прям распутье. Просто это была точка невозврата, скорее всего, когда в седьмом классе нам сказали, что нам нужно обязательно переехать в академию. Потому что и так уже вся команда жила вместе у нас в одном месте. Ездили на тренировки, а я уже приезжал непосредственно к ним из дома. Вот. И уже чувствовалось, что мне тяжело это дело совмещать. И в итоге сказали, что у нас как раз застроилась академия в тот момент. И нам сказали, что нужно уже переезжать всей командой на академию и там учиться, своя школа. Вот. Был серьезный разговор как бы с родителями, что какой выбор сделать. Я очень благодарен, что они тогда поверили в меня, в мою мечту. И по итогу я начал заниматься футболом. Наверное, в тот момент уже, ну, профессионально. Профессиональный, по крайней мере, подход был к футболу. Что это мое дело. И не только я уже ставил, но и мои родители ставили на это. Ну, это было давно. Я уже многого не помню, но я помню переживания родителей, когда я переехал. И первое время очень тяжело давалось, потому что мама у меня, по-моему, отличницей была в школе. И она очень, очень трепетно относится к учебе вообще и сама получила высшее образование. И она считает, что это, считает, что это важно. Я тоже считаю, что это важно, но я рад, что нам предоставили прекрасные условия в академии, что я могу получить обычное образование, при этом совмещать это все со спортом. И это прекрасно. Ну, сейчас уже нет, я думаю. Он понимает, что ему не хватает каких-то знаний по поводу моего дела, но относительно каких-то физических возможностей он 100% может мне дать совет, сказать, что чего-то мне не хватает и как это можно исправить. Потому что он сейчас работает тренером и также тренирует детей. Детей уже подростков, по-моему. Вот, поэтому, можно сказать, и ко мне проявляет свои тренерские качества. Я думаю, что если у тебя не будет ни первого или же не будет второго, то у тебя ничего не получится. Все равно, я думаю, вратарь это сплетение многих качеств. И хорошими вратарями становятся те, у которых все это в гармонии. Ну, это просто выяснение отношений. Я думаю, это нормально, когда накал матча, когда какие-то происходят тяжелые ситуации. Это нормально, это происходит в каждой команде. Я думаю, что в этом нет ничего особенного. Если такие моменты не учитывать, то я думаю, что таких стычек, по факту, и не было. Да нет! Ай! Да еще в него! Ай! Не спеши, не спеши. Ну, я уже привык к тому, что просто отпускайте момент. Даже через секунду я уже ничего не чувствую. Как бы принимают как должное. Ошибся, ошибся, нужно исправляться дальше. Если это не привело к голу, то окей, мы перестроились в оборону, если потеряли мяч, если привело к голу, хорошо, давайте будем стараться отыгрываться. И все. Потом, после матча нужно об этом думать, потому что если ты будешь думать об этом непосредственно во время матча, то у тебя начнутся проблемы. То ли везет с игроками в команде, то ли что, потому что нет такого, что мне кто-то что-то высказывает. Возможно, я как бы был только в одной команде, не переходил, не знаю, как в других местах, но у меня такое ощущение складывается, что есть какая-то небольшая такая неприкосновенность. Потому что ошибку вратаря видят все, и все все понимают, поэтому даже говорить ничего не нужно. Ну, я не знаю. Я не вижу себя со стороны, я не могу сказать, что я очень спокоен, потому что я знаю себя, знаю свои эмоции. Я редко бываю прям совершенно спокоен. Наверное, у меня не проявляются эмоции зачастую, но то, что я спокоен, я думаю, нет. Тем более на поле, вы меня видите, нельзя сказать, что я спокоен прям на поле. В смысле спокойствие как вратарского, то возможно, да, а эмоционально я явно не спокоен. Довольно с собой. Я, по-моему, там уже говорил, что я, если честно, не вижу и не могу представить ту точку, в которой я скажу, ну, блин, да, ладно, я сейчас доволен собой. Такого нет. Всегда есть к чему стремиться, и чем больше ты углубляешься в какое-то дело, тем больше ты понимаешь в нем, тем больше ты понимаешь, на чем тебе работать. Ну, я думаю, в футболе стремиться есть всегда к чему. Как она развивалась? Ну, не знаю. Все-таки приходит в голову какой-нибудь Икер Кассилиас, что отыграл практически всю жизнь в одном клубе. И вполне удачно. И, наверное, это какое-то приближенное к идеалу. При том, что он играл всю жизнь в одном клубе, и в итоге они боролись за самые высокие места не только в стране, но и в мире. Наверное, это идеал. Кто из вас пройдет 100 матчей за национальную сбору? У меня больше шансов, у меня времени больше. У меня нереальная проблема. Буффон смешно точно не выглядит. Ну, естественно, почему нет? Если будет интерес, я думаю, что если я буду получать те же эмоции нужные и буду конкурентен на высоком уровне, то, возможно, я буду думать о том, чтобы как можно дольше продлить этот момент. Потому что все равно, я думаю, что больше всего начинаешь ценить, когда время подходит к концу, когда ты понимаешь, что вот-вот скоро тебе придется уйти. Я думаю, в те моменты ты хочешь как можно дольше в этом побыть. Но много случаев я слышал, когда люди просто устают уже от этого, потому что вся жизнь, футбол вплетается в твою жизнь. Получается, что ты весь год играешь, тренируешься, у тебя есть там два раза отпуск, ну и плюс это все равно уже становится привычкой. Я даже в отпуске уже не представляю, как мне можно не тренироваться, и я хочу побыстрее, там, через неделю уже вернуться на поле, потому что, ну, я просто не знаю, чем мне заняться, потому что я люблю свое дело, мне нравится им заниматься. Ну, я тоже думал об этом. Я считаю, что его феномен, наверное, в психологии, потому что мне, вроде бы, мне 22, но у меня до сих пор есть проблемы с этой психологией. Это достаточно тяжело находить эмоции, находить желание каждый день тренироваться, каждую игру играть в максимум. Это очень тяжелое дело, и психологически нужно быть очень сильным и находить в себе всегда резервы для этого. Потому что для меня, я считаю, сейчас это проблема, и я работаю над этим, это один из аспектов, над которым именно сейчас мне нужно работать. Я думаю, что из-за психологии, из-за своей уверенности какой-то, из-за того, что, как я говорил, находил в себе силы каждый день, я думаю, из-за этого Игорь так долго и держится. Я считаю, что он лучше в мире, и сборная пройдет с ним дальше. Да, есть Юра в команде. Да, я считаю. Ну, сейчас как бы была другая ситуация, потому что я понимаю, что сборная – это не основное мое место работы, скажем так. Вот, и тут задачи стоят больше общекомандные, что нужно помочь команде. И я с этой мыслью тренировался и выходил на игру о том, что просто нужно достичь результата. А конкурент, ну, конкуренция в команде, она немножко, думаю, отличается, потому что все равно каждый думает о себе, о том, чтобы ему нужно играть, о том, что почему я не играю. Все связано именно с собой, потому что я думаю, что это нормально, потому что каждый хочет играть. И, допустим, если ты не сыграешь в сборной, ну, окей, я думаю, это не страшно, но ты получишь, потом вернешь свою команду и должен там играть. Поэтому я отношусь к конкуренции позитивно, но мне неприятно, когда я не играю все же. И я это понимаю. Я, допустим, начался сбор, были товарищеские матчи, я понимаю, что я сижу на замене не основной вратарь. И мне просто некомфортно, я не привык к этому, потому что моя жизнь так складывалась, что я выходил из одной команды в другую и везде играл. У меня была конкуренция, но обычно люди были уже сзади меня, и я был первым номером, и просто мне нужно было отстоять свое место. Вот, поэтому нельзя сказать, что я знаю, что такое конкуренция, потому что я не уверен, что я встречал серьезную здоровую конкуренцию, в которой я проигрывал. Так получалось, что каждый раз я выигрывал эту конкуренцию, и интересный вызов будет дальше оставаться здесь, потому что в сборной вызываются самые сильные вратари, и мне интересно как минимум сравнить себя, проверить себя и, естественно, доказать, что я лучше. Ну, вообще, на теориях у меня как-то тяжелая, тяжело с теорией, потому что, ну, не то, что пару раз я просто там, ну, перепутал время, как у всех, я думаю, бывает, там, премию перепутал, мне туда будильник поставил, вот, но мне теории тяжело даются, потому что, когда долгая теория, я начинаю зевать, засыпать, глаза закрываются, это очень тяжело проходит. Татуировки, наверное, года два уже, может быть, три. Тут у меня гладиатор, вот, я его набил с целью того, чтобы напоминать себе каждый раз, что на футбольном поле я должен выходить и бороться, бороться, как бы, грубо говоря, за жизнь как гладиатора, что любое поражение может привести к смерти, поэтому мне нравится такое олицетворение, и я должен себя ощущать гладиатором на поле. Да, обожаю, дай еще вот это, вот это, вот это, обожаю. Я думаю, я был одним из лидеров. Да нет, просто я хочу дома подстричься, и все. Просто не попадал домой. Был сезон. А, я решил, я решил отращивать волосы немножко. Решил сделать подлиннее, но я не знал, что вот так вот получится. Ну, немножко длинно уже, что, чуть неудобно, но... Да, смог бы как бы, понятно, что, я думаю, это неприятно будет, потому что все равно привык к вот этому. Плюс один раз было такое, что мы проиграли спортренеру своему где-то лет семь назад на турнире. Мы играли с Барселоной в Казани, и мы поспорили с тренером, что если мы выигрываем, стрижется он на вас. Если мы проигрываем, то мы всей командой стрижется он на вас. Но мы проиграли. Ну, конечно, в борьбе, конечно, лютой, но проиграли. В итоге все подстриглись. Вот. Ходил, мне не нравится, у меня череп неровный. Ну, если честно, я такой, что я люблю выигрывать, и я не спорю, если я заведомо проигрываю. Вот я точно не скажу, но, по-моему, в детстве, мне мама рассказывала историю. В детстве, если не ошибаюсь, мне было года два, я в садике к кому-нибудь парню кирпичом по голове ударил, который всех задирал. После этого мама мне сказала, что драться нельзя ни с кем. Но в итоге это как-то засело у меня в голове, и с тех пор я всячески избегал драк. Приходилось иногда получать лишнего, но если мама сказала не драться, значит, драться нельзя. Ну, судью я вообще не трогаю, потому что, ну, все равно есть человеческий фактор. Там может что-то не увидеть, может как-то по-другому оценить, у каждого своя голова на плечах. Я не думаю, что за это нужно судью бить, вот, скажем так. Но, наверное, ближе к драке я именно на поле. Потому что после поля приходится, ну, после моментов, после игры, после того, как все эмоции осядут, приходит понимание того, что, ну, это не нужно, это необязательно, поэтому на поле таких мыслей не приходит. Иногда приходится держать себя в руках, чтобы никуда не полезть. Ну, это тяжелый вопрос. Наверное, о плюсах своих я не буду говорить, потому что, ну, мне некомфортно говорить о том, что, может быть, я считаю своими плюсами, может быть, для кого-то это будут минусы. Для меня у меня больше, по мне, у меня больше минусов, чем плюсов. И работа всегда есть, как на поле, так и за ним. В этом направлении мне еще много нужно будет поработать над собой.